Еще в первый год так называемые спецоперации все мы неоднократно могли убедиться в том, что адепты русского мира банально не умеют проигрывать. Ну, например, люди на захваченных территориях с помпой и пафосом проводят незаконный референдум, например, о присоединении к РФ, а после позорно убегают с них. Шойгу, министр обороны, приказал генералу армию Суровикину приступить к отводу войск из той части Херсонской области, которая находится на правом берегу. Причины мы оставляем, судя по всему, Херсон. Наша оборона будет строиться на левом берегу. Является ли это военным поражением? Да, конечно, является. Но пропагандисты скорее галстуки свои проглотят, чем признают очевидное. Тут-то глубинный народ и узнает, что на земле, оказывается, поражений нет. На полном серьезе говорят, что на земле они нас побеждают. Я все время хочу спросить, в каком месте? И ты смотришь, и даже не верится, что можно настолько цинично врать. Нет поражений на земле? А не вы ли котел в Харьковской области обещали? Все украинские паблики забиты информацией побед освобожденных сел, которые были заранее подготовлены под это. В тянув фактически на километров 15 внутрь противника, и мы видим, как вертушки перебрасывают и фактически закрывают, создавая котел, в котором будет уничтожена одна из последних группировок ВСУ. Ну и как? Получилось в итоге? Но в ответ лишь очередная порция отмазок. И так буквально во всем. Сбивает, например, Украина редкие российские самолеты. Налицо потеря многомиллионной техники. Минус опытные пилоты, пожарище, все как полагается. Вот все горит, боекомплект взрывается, короче, все нормально. Трупы плавают. Но чиновникам в стране, где не умеют признавать поражение, проще сказать народу, мол, во всем виноват дурак Ванька из собственного ПВО. То есть Ванька напортачил, а не хоклы молодцы. Ишь паршивец какой стреляет из С-400, тупо куда попало. По моим данным, хоклы никакого отношения к потере самолета А-50 не имеют. В СВО, к сожалению, самым страшным и самым опасным врагом для ВКС стало наше ПВО. Оно всегда бьет в спину. От него невозможно защититься или как-то его предусмотреть или учесть. И это при том, что лично Путин говорил, что из-за системы свой-чужой сбить птичку дружественным огнем банально невозможно. Это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем, как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, а наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой. Но методички в стране, которая не умеет проигрывать, переписываются буквально на коленке. А целые департаменты работают над тем, чтобы в любой позорной ситуации попытаться сгладить очередное поражение. И все это сейчас мы вспоминаем вовсе не от нечего делать. Дело в том, что относительно недавно случился очередной яркий пример по этой теме. Дело в том, что страна, где страшно гордятся якобы космическим уровнем ПВО... Что у них вообще в принципе способно нашу эшелонированную систему ПВО пролететь? Ничего. Смотрите, на самом деле наше ПВО, оно лучшее в мире. В реальности не смогла сбить даже дроны размером с небольшой самолет. Последние пролетели больше тысячи километров и показательно разнесли завод по производству шахедов и заодно окна и двери в общагах с персоналом. Взрывы в Елабуге, в Татарстане. Город в 1200 километров от Украины атакован беспилотниками. Ему, б***ь! Казалось бы, уж в настолько очевидном провале будет сложно найти крайних вне России. Но вы не поверите. И на этот раз путинские бояре отказались признавать поражение. Оказывается, российские операторы ПВО оказались не готовы к предательству, внимание, фашистов из Казахстана. Украинские БПЛА атаковали Елабугу в Татарстане. Масштаб разрушения еще до конца не ясен, но сам факт атаки на цель в столь далекой от Украины части РФ говорит о запуске дронов либо с территории РФ, либо с территории казахстанских партнеров. Использование территории страны для прокси атак на РФ сходит с рук прибалтам и финнам. Так почему бы одним из важнейших поставщиков оружия и боеприпасов, не говоря о боевиках, помочь и таким путем? И совершенно безумный фейк понесли даже на уровне депутатов Госдумы. Не факт, что запустились территории Украины. Есть еще у нас Республика Средней Азии, которая вполне возможна, потому что те степные районы, которые находятся в северо-западной стране, они практически безлюдные, кто не знает. То есть, по версии пропагандистов, история получалась совершенно фееричной. Ведь, по сути, один член ОДКБ подло принялся бомбить другого. Причем сделал это уже второй раз. Кто забыл, первые обвинения в адрес Казахстана прозвучали еще после прилетов по базе ракетоносцев в Энгельсе. Прозвучал взрыв на аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Сообщают, что на взлетно-посадочную полосу аэродрома упал беспилотник. Пострадали два человека. Повреждения получили два бомбардировщика Ту-95. Надо предположить, что это действует действительно дирекционно-разведительные группы, которые работают на территории Казахстана. Правда, тогда, помимо голословных обвинений, никаких доказательств Россия не предоставила. Да и зачем? Ведь такие громкие истории Кремль всегда пытается использовать для разжигания ненависти к вражеским, по мнению Кремля, странам и народам. То есть попытки приплести Украину к Крокус-Холлу. Это никакой не ИГИЛ. Это они сами. Это наши небратья, так называемые, и их дрессировщики. Сомнений в этом нет никаких. А Казахстан к прилетам в Татарстане – это все звенья одной цепи. Кремлевским разжигателям мало войн и трупов. Они уже сейчас делают заготовки, что называется, на потом. Вот почему мы совсем не удивились, когда параллельно с обвинениями в так называемом предательстве, на федеральных каналах вдруг резко принялись крутить, мягко говоря, контент про Казахстан, который чуть ли не дословно повторяет все, что россиянам годами рассказывали об Украине. Сегодня поговорим о Казахстане. Стране, в которой все чаще проявляется русофобия. Стране, в которой важнейшие инфраструктурные объекты, например, аэропорты, передаются под управление европейских инвестиций. Британский след очевиден. Оказывается, и в Казахстане не обошлось без вездесущих англосаксов. Именно с их подачи в стране сначала якобы страшно вырос уровень русофобии, а затем в огромных количествах появились геи и биолаборатории. И лаборатории в Казахстане, о которых мы все забываем, забываем. Я тогда все смеялся на тему того, ну не может же быть, ну Казахстан и Америка, ну как, ну военной лаборатории. Так нет, а по оружии они есть. Две в Казахстане есть. Поэтому прямое столкновение безусловно будет. Ничего не напоминает. То есть пропагандисты даже не пытаются напрягать себя. Они просто берут старые темники по Украине, меняют в текстах названия страны и городов. И вуаля. Встречайте новых суперзлодеев. На секундочку участников антироссийского сговора. Казахстан — страна, с которой у нас самая протяженная сухопутная граница. Страна, которая в том числе из-за своего геополитического положения невольно стала участником глобального антироссийского заговора. Здесь, конечно, многим захочется уточнить, в чем же проявляется этот самый сговор. Другими словами, чем же Казахстан так вредит России? И сейчас будет важнейший момент, который очень показателен в контексте понимания сути расшизма. Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие — мэнгу. От него происходит известный образ Манкурта — человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. Оказывается, вина казахов в том, что на своей земле они посмели без согласования с Россией переименовать некоторые города и улицы. В Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Минтран с республики захотел переименовать несколько жидо-станций и заменить русские названия на казахские. К примеру, предлагают заменить станцию Уральск на Орал. Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. И так и хочется уточнить, а кто вы, ребятки, вообще такие, чтобы с вами кто-то и что-то согласовывал? Почему вы, например, не согласовываете с казахами переименование улиц в России, а они с вами должны? На что любой расист мигом даст ответ, что на самом деле никакого Казахстана нет. Казахи просто арендовали у России квартиру и обязаны обсуждать с хозяином все перестановки. Иначе придется выметаться. Ну просто сотого уровня антифашисты. Люба дорого смотреть. И подобного контента на федеральных каналах, чтобы вы понимали, пруд пруди, куда ни включи, везде грязью казахов и Казахстан поливают. Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Казахстан вполне может повторить судьбу Украины. То есть, по сути, рискует превратиться в американскую колонию, без права самостоятельно принимать решения. И тогда резко возрастает риск начала вооруженного конфликта между Россией и Казахстаном. А потом ровно в этих же студиях удивляются, мол, откуда же в Казахстане берется русофобия? Почему бьют водителей с наклейками «З» на машине? Увидели на нашем стекле машины вот такой знак. Набросились на нас с обвинениями, что мы фашисты, что мы напали на Украину. Убери «З», проезжай, Россию поделешь, все, обратно в стекле и все, что? Кто тебе все скажет, что ли? Сегодня «З», завтра ты танком зайдешь сюда своим знаком «З» на мою землю, казахскую землю. Почему казахи очень активно помогают Украине и украинской армии? А власти на бумаге союзника России по ОДКБ не позволяют обходить санкции. Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать. Тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики, заявил Касым Жамарт Кемелевич телеканалу «Россия-24». То есть в нормальном здоровом обществе мигом бы объективно оценили ситуацию, признали ошибки и извинились бы перед соседями за черноротых неадекватов. Мне хорошо знаком азиатский менталитет и, к сожалению, в Азии хорошо понимают только язык силы. Но россияне, конечно же, не такие. Им проще рассказать холопам, что это англосаксы настроили казахов против русских. Они сами скрипоносцы своим людоедством отвернули от себя когда-то дружественный народ. На заседаниях представителей спецслужб стран-участников Организации Тюркских Государств обязательно присутствует и представитель английской МИ-6. Российских же спецов туда не пускают. Понимаете, да? В каких планах и за какими закрытыми дверями для нас участвует наш сосед. И, конечно, смотрятся такие разгоны максимально жалко. Но имея перед глазами опыт Украины, очень отчетливо понимаешь, зачем в Кремле расставляют именно такие акценты. Ведь свои преступления Россия в целом и Путин в частности очень любят заворачивать в обертку спасения тех, кто их об этом не просит. Больше невозможно было наблюдать за геноцидом жителей Донбасса. Не случайно эта военная операция называется спасение. Мол, Донбасс так спасли, что от половины городов только фундамент остался. А теперь давайте еще и Казахстан спасем. Ну, например, скажем, от британского ига. Ресурсы стран Центральной Азии стали одним из фетишей истеблишмента Белого Альбиона. Они даже придумали теорию Питера Пэна, которая сравнивает азиатов с детьми, которым нужна постоянная опека. И опекунами, само собой, сэры назначили себя. Надо, значит, возьмут под крыло и будут доминировать. Но уже тогда этому идеальному плану стало мешать Российской империи. И хомячье на диванах, конечно же, начнет хлопать в ладоши. Им гробить чужое нравится куда больше, чем строить свое. Вот почему лично мы очень рекомендуем братскому народу Казахстана не просто посмеиваться над наркоманским творчеством пропагандистов. Время идет, эпохи сменяют друг друга, а британцы никак не расстанутся с иллюзией, что весь мир им должен. При этом для Великобритании Казахстан это лишь кормовая база, сырьевой придаток, который плотно сидит на нефтяной игле. Но и уже сейчас активно искренять любые ростки русского мира. И здесь никаких преувеличений. Чисто вопрос национальной безопасности. Ведь, поверьте, стоит эту заразу запустить, и лечение метастазов будет очень болезненным. Особенно с тем учетом, какими кровожадными и злопамятными являются фактически все зэдпатриоты. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. И, конечно, по возможности стоит поддерживать украинскую армию. Ведь пока эти титаны держатся, путинский сброд точно не полезет на Казахстан. А значит, у казахов в наших общих непростых реалиях появляется драгоценное время. И очень важно использовать его правильно. Ведь, как и любой классический гопник, современная Россия понимает исключительно силу. А потому вряд ли рискнет зарубиться с теми, кто сможет дать отпор. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!